Водолеи, доброго вам времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на май 2018 года. Работать мы сегодня будем с универсальным фантастическим Тором. После ваших последних комментариев, а именно речь идет о том, что у кого-то, не помню, у кого из знаков Зодиака, в последнем Тороскопе на май месяц выпало, по-моему, 4 перевернутых аркана. И вы мне начали закидывать о том, что я не умею держать колоду, неправильно оттасываю карты и бла-бла-бла. Поэтому, чтобы не было никаких недоразумений, колоду я оттасываю при вас. В принципе, я все это и ранее делала. Единственное, что при вас теперь еще собираю карты. И если в Тороскопе карты падают в таком положении, значит, это необходимо. И необходимо в первую очередь вам. Так, хочу напомнить, что Тороскоп является общим. Это не индивидуальный расклад, поэтому проиграться однозначно для всех он в принципе не может. Плюс многим из нас необходимо смотреть Тороскоп не только по знаку своего Зодиака, но и по знаку своего Асцендента в натальной карте. Как его определить, я думаю, для вас не составит проблем погуглить и найти ответ на этот вопрос. Это, скажем так, очень просто и элементарно. Асцендент – это называется восходящий знак в вашей натальной карте. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения и давайте смотреть Тороскоп. Итак, общая атмосфера в месяцах. Что вас ожидает в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Давайте смотреть. Здесь у нас падает перевернутая двойка кубков. Ну, здесь, знаете, как месяц, скорее всего, пройдет под эгидой разрыва каких-то отношений. Неважно, личных, либо это будут рабочие взаимоотношения, либо в целом отсечения ненужных связей. Не обязательно здесь связи идут любовные, да. Это могут быть как связи родственные, так и связи деловые. Почему я так говорю? Потому что здесь, в принципе, отсечение тех отношений, которые несут вам какую-то тягость, несут вам какой-то деструктив и только одни негативные эмоции. Поэтому здесь перевернутая двойка кубков – это, знаете, как я говорю, разрыв без сожалений. Причем к человекам, да, который вам реально был близок по духу, по вашему мировоззрению, каким-то взглядам на жизнь, с которым у вас были общие цели или планы. Но, тем не менее, пришло, скажем так, время расставить все точки над «и». Что ожидает вас в плане работы? В плане работы у вас падает перевернутая сила. Это ситуация бессилия, либо невозможности повлиять на ход событий. Например, если вы безработный, то ситуация здесь не изменится. Если вы работаете по найму, здесь может быть ситуация отсутствия взаимопонимания с сотрудниками, либо с руководством, либо в целом, да, с вашими подчиненными, если вы являетесь руководителем. Но, тем не менее, это, знаете, как пустить этот месяц на самотек, посмотреть, куда ситуация в целом вырулит, либо каким образом будет происходить событие. Перевернутая сила – это могут появиться у вас мысли о смене работы, работы, направления в бизнесе, либо в целом вашей профориентации. Возможно, вы хотите каким-то образом кардинально изменить себя в профессиональной сфере. Что у вас ожидает в плане финансов? Здесь у нас падает перевернутый дурак. Ну, перевернутый дурак, вот, понимаете, вот с этими арканами, это может говорить как, ну, не то, что даже безрассудная потеря средств, либо какие-то материальные потери. А здесь могут быть эти материальные траты или потери вследствие, например, увольнения, либо ухода с работы. Вот отыграется здесь именно так. Вот вам как бы и проигрывается вот этот разрыв партнерских отношений. Безусловно, мы сейчас посмотрим, что у вас падает в личной жизни, но, тем не менее, по картам это пока больше касается рабочей сферы. Что вас ожидает в плане здоровья? Перевернутый дьявол. А вот с позиции здоровья аркан крайне замечательный. Объясню почему. Потому что перевернутый дьявол – это выход из зависимой ситуации. Это в целом избавление от зависимости. То есть от курения, переедания, алкогольной, наркотической зависимости, а в целом от нездорового образа жизни. Либо зависимость от какой-то болезни. Например, та хроническая болезнь, которая у вас периодически приводила к рецидивам, наконец-то отступила. То есть вы могли ее либо залечить, либо в целом от нее избавиться. Поэтому здесь в позиции здоровья у вас крайне благоприятный аркан. Что вас ожидает именно в личной жизни? Давайте смотреть. А вот здесь идет восьмерка жезлов. О чем говорит аркан? Это аркан скорости. Аркан расстояния. То есть если вы одиноки, сам по себе аркан говорит о том, что не торопите время. Всему свой черед. Это знаете, как придет и ваше время свить свой домашний очаг, свое гнездо. Не форсируйте события. Что такое восьмерка жезлов? Это либо отношения на расстоянии, либо отношения по переписке, посредством созвона, мессенджеров, скайпа и так далее. Либо по этому аркану вы можете познакомиться с человеком издалека. Либо вы можете познакомиться в поездке. Скажем так, в целом в старинных толковниках. Восьмерка жезлов, да? Карта перелета. Во время какого-то перелета или путешествия. Ну а если с позиции того, если вы свободны, то это могут быть какое-то быстро, динамичное, развивающееся знакомство. Если вы состоите в паре, то здесь может привести к созданию семейного очага. То есть, например, если вы просто встречались, это может привести к сожительству. Если вы состояли в гражданском браке, то здесь может идти речь об официальном оформлении взаимоотношений по причине появления у вас потомства. Поэтому для многих май месяц в личной жизни будет крайне благоприятен. И вот эта перевернутая двойка кубков, как я говорила, скорее всего, она будет касаться именно рабочих взаимоотношений и партнерских. Потому что с позиции личной жизни у вас крайне благоприятный аркан. Ну и давайте смотреть, что же вам советуют карты. Так, на май месяц у вас падает перевернутая шестерка жезлов. Покажу вам аркан в прямом положении. Сигнификатор поезда, переезда, в целом, скажем так, каких-то перемен и движений вперед. О чем говорит карта? Не торопите события, не форсируйте их всему свое время. Даже если вам кажется, что вы находитесь сейчас в ступике и терпите поражение, это не так. Вам необходимо просто разглядеть эту ситуацию. Какие-то новые возможности. И там, где вы считаете, что будет полный провал, для вас это всего лишь, знаете, как точка перевалочного пункта. И все для вас изменится. Давайте все-таки посмотрим, вот этот вот застой, он касается работы, либо перемен личной жизни. Хочется уточнить этот момент. Так. Так, четверка мячей. Ну вот, да, ситуация застоя. То есть оставьте, отпустите ситуацию, как она есть. И касается это по перевернутой звезде. Расстояние. То есть, если это касается взаимоотношений, всему свое время, и отношения, например, с формата переписки, либо общения в соцсетях, выйдут у вас на новый уровень. А если это касается каких-то рабочих моментов, касательно работы за границей, то есть, знаете, еще ваше время не пришло, все впереди. Потому что перевернутая звезда – это помеха в плане расстояния, и это, знаете, отложенные цели или планы на потом, но которые впоследствии сбудутся. Вот таким для вас вышел расклад. Надеюсь, он у вас отыграется только в благоприятных моментах. Отписывайтесь, пожалуйста, со временем, как у вас проигрывается, либо не проигрывается расклад. Я искренне вам буду благодарна за ваши комментарии. Для тех, кто хочет заказать индивидуальную консультацию, мои контакты вы можете найти по ссылкам под этим видео. Я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!